Доброе утро всем! Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, как меня видно, слышно. Отлично! Ну что, начинаем нашу субботнюю планерочку. Очень приятно, что сегодня очень много народу, у всех выходные, и тем не менее вы пришли сюда, хотя в нашем бизнесе в выходные поработаешь, так, как говорится, и покушаешь. Завтра очень хороший, великий праздник у нас, да, и, наверное, поэтому сегодня все пораньше проснулись, я тоже сегодня буду печь куличи после планерки, я думаю, что многие будут это делать. Ну, расскажите мне, как ваши дела, не видно слайдов, отлично, так, точнее, не очень отлично, давайте вот так попробуем, Наташа, скажи, напиши, видно сейчас слайды, напишите, видно, так, Ксюша, видно, все, видно, отлично, так, ну, расскажите мне немножечко, как ваши планы на сегодня, напишите, пожалуйста, в чате, и давайте сделаем таким образом, у нас сегодня дебют у Насти Тумановой, она присоединится к нам чуть-чуть попозже, поскольку она пока провожает родителей на работу в субботу, вот, сейчас она их проводит и вернется к нам, и, значит, в конце я ей дам слово, у нас презентация разбита на несколько, точнее, на две части, на мою, и в конце немножко на нее, вот, дела отлично, ой, слушайте, я вчера смотрела прямую трансляцию в Инстаграме, просто супер, мне так понравилась эта тема, я была, была, очень классно было, вот, так, и еще может быть такой момент, мы просто пытались с Настей заходить в комнату, на Насте телефон, ну, ее периодически выкидывают, если у нее вдруг не получится к нам, ну, как бы провести, я тогда ее часть, конечно, проведу, думаю, что никто против не будет. Сегодня будет трансляция во сколько, Миша, из того же аккаунта или как, интересно просто. Да, у меня дети уже проснулись, кстати, могут тоже забегать и что-то тут кричать, пищать, так что уж извините, что называется. Так, ну, ладненько, давайте начнем, сегодня у нас очень классная тема, мы решили ее в команде сделать, мотивация в бизнесе по возрастным аспектам, но там не только возрастные, там еще и, конечно, наши жизненные обстоятельства есть некоторые, да, в этих аспектах, вот, поэтому, так, вот, да, в 13 часов будем смотреть, значит, на Лилинм аккаунте. Вот, в общем, все будет интересно, я, как бы, эту презентацию сделала на своем жизненном опыте, да, может быть, у вас будут какие-то мысли по поводу, вы тогда пишите в чат обязательно, потому что нам надо максимально раскрыть тему, и если у кого-то будут тоже мысли, обязательно пишите, я буду стараться и в чат смотреть, и рассказывать вам. Все, ну, поехали тогда. Значит, первое, что я хотела сказать, да, ну, кто обычно является нашими партнерами в Reflame, да, ну, обычно это школьники, студенты, молодежь, также у нас женщины в декрете, очень много, да, это наша, как бы, целевая аудитория, работающие женщины периодически у нас встречаются, и, наверное, кто-то в чате есть такие, давайте так, вот, женщины в декрете поставьте 5, а работающие женщины 7, чтобы мы, ну, видели, сколько таких их есть, нет, мужчины, так, у нас бывают в Reflame, так, и пенсионеры, да, пенсионеры, ну, вот, я так думаю, что у нас здесь, наверное, нет пенсионеров, но, тем не менее, очень много работают именно в Reflame, и даже есть презентации, там, 70 лет женщине, она сапфировый директор, то есть тоже они своих высот здесь добиваются, то есть этот бизнес, он настолько широкий, охвата, да, то есть здесь может, нужно найти себя каждый, в принципе, у меня вчера сынок говорит, мама, мне нужны деньги, пожалуйста, дай мне каталог, я пойду к своим друзьям в школу, может быть, кому-то что-то надо, я говорю, хорошо, вот, даже не совру, я, я, он говорит, только что мне предлагать, я говорю, вот, видишь, я ему сделала вкладочки даже такие, зелененькие для мальчиков, розовенькие для девочек, я говорю, вот, зелененькие показываешь мальчикам, розовенькие показываешь для девочек, а он еще, у меня на 8 марта, значит, набрал вот таких вот средств, ну, вы знаете, наши любимые, да, вот, и раздарил, они, значит, уже все измазали на себя, да, и еще хотят, вот, так что у нас, сын у меня, сын у нас, говорит, 12 лет, он говорит, как только я получаю паспорт, ты меня сразу регистрируешь в орехлами, я говорю, конечно, конечно, да, да, смягчающие средства наши, там, смородинки, там, они вкусно так пахнут, вот, в общем, они все там намазами ходят, вот, так, ну, про целевую аудиторию, в принципе, понятно, да, то есть у нас с вами большой охват, поэтому мы можем, в принципе, работать со всеми, значит, почему люди приходят в Арифлэйм, да, соответственно, у человека есть мотивация определенная, что такое мотивация? Мотивация – это побуждение к действию, да, это, так скажем, направленность поведения, мотивация происходит от слова «мотив», что обозначает как раз-таки предмет какой-то, да, материальный он может быть или идеальный, идеальный в плане того, что, там, ну, не знаю, там, статус приобрести, да, это идеальное состояние, это нематериальная вещь, это то, что для человека как бы ценно у нас, это является мотив, является у нас причиной наших действий, поэтому каждый сюда приходит со своим мотивом, со своей причиной, и нам важно понять, какая аудитория примерно, ну, как бы, на что мы можем вносить, потому что у нас с вами Арифлэйм предлагает нам очень много возможностей, о которых я скажу чуть позже. Также есть у человека потребности, да, которые мы можем удовлетворить, вот, допустим, какие бывают потребности, ну, вот время, да, деньги, время, в плане того, что иногда человеку важнее побыть с семьей, там, лишний час, чем, там, получить, там, не знаю, лишние 100 рублей, да, там, за свою работу, соответственно, для него время является приоритетом, допустим, деньги у кого-то, да, в приоритете, кому-то важно пообщаться, у кого-то дружба основным является мотиватором, у кого-то статус, мотиватор и потребностью, соответственно. Вот, что нам об этом говорит Арифлэйм, предлагает нам? Ну, во-первых, он предлагает нам экономить, это покупать со скидкой 23% для себя, ну, потому что те, которые приходят к нам в бизнес на продажи, такие тоже люди есть. Вот, хочу сказать вам, может быть, вы посмотрите даже, есть Эдуард Васильев, у него есть прекрасный ролик, называется «Ситуативное лидерство», запишите себе, пожалуйста, прям посмотрите, очень рекомендую, да, он там говорит о том, что, допустим, мы пришли с вами сюда на бизнес, ну, вот я, например, пришла на бизнес, да, строить бизнес, и я вот по своему, ну, как бы характеру всех зову на бизнес, а ведь некоторым это не надо, а у нас же есть куча возможностей, кроме бизнеса. Может быть, человека заинтересует, конечно, человек не хочет строить бизнес, ты его зовешь только на бизнес. Он говорит, да мне не нужен твой бизнес, а может быть, ему нужно общение, так пригласи его на общение, расскажи, что здесь есть возможность общения. Кому-то нужно экономить, у кого-то проблемы там с финансами, у него нет времени ждать, пока построится ветка там, да, вот, ну, наши вот эти моменты, когда мы строим бизнес. Ему нужны прибыли здесь и сейчас, такое тоже есть, и люди тогда приходят на как раз-таки заработок, да, вот второй пункт, смотрите, заработок, да, 30% продавая клиентам. Кто-то на этой разнице даже и живет, потому что, в принципе, в каталог реально заработать на разнице порядка 10-15 тысяч, а для некоторых это зарплата в небольших когда-городах, это реально, ну, зарплата людей. Поэтому, если вы пришли на бизнес, не надо всех звать на бизнес. Надо знать возможности Арифлеем и пытаться эти возможности, то, что пытаться, а рассказать все возможности Арифлеем, и тогда уже человек выберет, на что он придет к вам в команду. Может быть, он придет экономить, может быть, он придет зарабатывать, может быть, он придет просто пообщаться, может быть, он придет просто на хорошую качественную косметику, да, а может быть, так же, как и вы, строить бизнес, тогда это ваш ключевой партнер, соответственно. Так, сейчас примерно все понятно или есть вопросики? Ну-ка, давайте плюсики посмотрим, как вы меня слушаете. Плюсики все понятно, вопросики пишем. Так, ну, в общем, так, в принципе, про возможности Арифлеем также есть у нас ролики. Я вообще вот очень вам рекомендую найти вот ролики Эдуарда Васильева, это просто вот я от них балдею. Вот, здоровый образ жизни. Конечно, Танюш, здоровый образ жизни. Таня, смотри, у нас в команде очень много, ты, по-моему, новичок, Тань, да, поставь, пожалуйста, пятерочку, новичок, по-моему, ты не так давно к нам пришла в команду. Значит, у нас, во-первых, есть чат красоты, попроси своего спонсора тебя туда добавить. Там очень много рассказывается как раз-таки о здоровье, о красоте, не просто о красоте, как там, да, там губнушки, помадки и все остальное, нет, там рассказывается как раз-таки о здоровом питании, это наш wellness. У нас очень много витаминов, минералов, то есть к этому, ко всему. Также у нас есть целая история, когда у вас, допустим, в вашем городе есть сертифицированный центр, где вы можете прийти, там есть сертифицированные весы, на которые вы встаете, вам выдается результат, сколько у вас в организме там жиров, воды, полезных веществ, мышц. И на этой основе вам также наши сертифицированные коллеги разрабатывают свою программу для оздоровления, то есть программу, как вам привести свое тело в порядок. Соответственно, в совокупности с wellness можно все это делать, да, для деток много витаминков очень хороших, поэтому здесь здоровый образ жизни тоже присутствует. Я здесь, наверное, в этом слайде заложила как раз-таки пункт, где у нас больше о косметике и здоровье. Вот в этот пункт я это все вложила. Потому что, да, действительно, сейчас очень много людей заинтересовались темой как раз-таки здорового образа жизни, потому что на фоне нашей экологии это очень важный момент. Танюш, надеюсь, ответила на вопросик, напиши плюсик, если все понятно. Если будут вопросы, пиши сюда, или потом можно поболтать где-нибудь в чате на эту тему. Вот. И попроси спонсора добавить тебя в чат красоты. Так, поехали дальше. Итак, значит, ну сейчас будет самая такая большая у нас, большая часть, я вам расскажу про как раз-таки… А, уже добавила, отлично. Про, значит, наших с вами, наших с вами партнеров. Да, но опять же, я все это сделала на собственном опыте. Может быть, кого-то, пожалуйста, вы не обижайтесь, потому что, ну, я просто, судя по себе, своим подругам, друзьям, товарищам и знакомым все это писала. Значит, что у нас с вами женщина испытывает… Ну, Лиля точно добавит, куда надо. Вот. Значит, женщина в декрете. Женщина у нас выходит с вами, допустим, женщина, работающая, вышла в декрет, да, что, с какими проблемами она у нас с вами сталкивается. Ну, во-первых, она теряет привычный круг общения, да, когда, даже когда ты просто беременна, ты уже не можешь пойти на тусовку с подружками. Когда ты родила ребенка, не всегда есть возможность оторваться от ребенка, если ты кормишь грудью, например, да, и муж уходит на работу, ты дома одна с ребенком, бабушки, ну, как бы бабушки мы их не считаем, потому что они всегда рядом с нами, и считать их каким-то прям великим кругом общения, наверное, не стоит. Вот. В гости особо не сходишь, потому что не все любят маленьких детей, когда они у них долбасит дом. Потому что я вот, например, приглашаю только к себе в гости, никуда особо не хожу, потому что мои дети сумасшедшие, все могут квартиру в гостях разнести. Вот, соответственно, к нам тоже не особо часто тоже приходят, хотя приходят, конечно, в последнее время, когда детишки уже стали подрастать, часто приходят, вчера вот были. А вообще, ну, вы сами понимаете, за день человек устает на работе, приходит в гости, а тут еще сумасшедший дом из детей, да, ну, понятно, что хочется в гостях-то отдохнуть, а не, там, как говорится, еще устать. Вот, поэтому, а со своими же подружками есть только общение на такие же темы про детей. То есть у женщины, получается, у нормальной женщины, которая, в принципе, занимается развитием, начинает происходить дефицит общения. Как мы можем помочь в рефлейме таким женщинам? Скажите мне, напишите мне. Вот, супер, узнал. Приточно, Танюш, хороший выкли. Прямо это, дать объявление, чтобы приходить перед капремонтом в квартире. Вам надо быстро оторвать обои, вам надо вскрыть полы, приходите к нам. Да, значит, ну, хорошо, не пишите, ладно, сама скажу вам. Значит, мы здесь можем очень хорошо, да, компенсировать дефицит общения. У нас здесь команды, чаты командные, правильно? То есть здесь все, ну, прекрасно, скажем так. С общениями нам здесь хватает, согласитесь со мной. Дальше. Женщина в декрете. Ну, скажем так, когда ты все время с ребенком, для кого тебе, собственно, краситься, да? Ну, для кого тебе одеваться, для кого тебе за собой следить. Когда ты ночью встаешь, полночи, днем встаешь, ты в таком обручном состоянии, вот. Поэтому тут как бы особо на себя времени нету, да? Муж приходит на выходные, хоть с мужем пообщаться, не особо там сходишь на фитнес, на всякие спа-салоны. Что мы можем предложить в этом случае? Мы можем предложить наши шикарные средства. Допустим, шведский спа-салон средства. Когда женщина, придя муж с работы, может закрыться в ванную, намазаться всем, чем хочешь, полежать в ванне, расслабиться, да? Немножко себя в чувство привести. Опять же, велнесы наши. Пожалуйста, следи за собой, кушай велнес, занимайся физическими нагрузками. Ну, физические нагрузки у женщин в декрете, я вам скажу честно, есть. Особенно, когда коляску на четвертый этаж затаскиваешь, вообще очень хорошая физическая нагрузка. Вот, да, ну, мы просто понимаете, как, когда ты с этим не сталкиваешься вот так вот постоянно, ты об этом забываешь. А вот сейчас, например, вот я по себе скажу вам, да, сейчас, ну, вот, общаюсь в чатах, да, ребята делают планку, опять же, в чате, да, это очень мотивирует, тоже можно сделать планку. Что это стоит, да? Причем это все делается легко. У нас постоянно какие-то вот эти вот, вчера была беседа про здоровое питание, пожалуйста, вам в Инстаграме. То есть вот эти все моменты здесь начинают очень, как бы, активизироваться и мозолить глаз. Ты начинаешь думать, а почему я не могу это сделать, да, я в декрете, но почему я не могу о себе позаботиться? Соответственно, мы, Арифлэм, можем этот вопрос, ну, как бы, помочь решить женщине, согласитесь. Дальше. Нехватка финансов. Ну, да, муж работает, понятно, он зарабатывает деньги, но, во-первых, у женщины есть пособия, которые, ну, они государственные, но они, сказать честно, нищенские, да, ну, даже вот у меня, у многодетной мамы, пособие 800 рублей на ребенка. Ну, то есть, да, понятно, что эти деньги особо там не потратишь никуда. И отсутствие финансовой независимости. Почему? Потому что муж работает, получает зарплату, а ты-то где работаешь? То есть тебе каждый раз надо сказать, дорогой, дай мне там 5 рублей, там дай мне 1000 рублей, в магазин сходить. А очень приятно, когда особенно ты работала сначала, у тебя были свои деньги, да, и, так скажем, здесь вот это начинает отсутствовать в жизни, независимость, а тут ты можешь, в принципе, вот эти, я как уже говорила, 10-15 тысяч у тебя всегда могут быть в кармане. Вот, то есть здесь мы тоже этот вопрос можем решить. Далее. Потери интереса к общественной жизни и развитию себя. Ну, здесь логично, все связано с пунктом 1. Я мама, мне это ничего не надо, я сейчас занимаюсь с детьми, очень многие уходят прямо в детей, то есть они себя стирают, уходят в детей, перестают вообще как бы реагировать на внешние раздражители в виде тех же гостей, то есть какая она такая, такая она и при гостях. Так, здесь у нас все это как бы можно немножко человека очухать, да, то есть немножко его привести в чувство, что он начинает понимать, что, о, подо мной растет команда, мне надо уже чем-то заниматься, мне надо как-то ее развивать, мне надо что-то делать, чтобы не совсем было все плохо. Далее. Экономия средств. Ну, то же самое я уже говорила, да, в принципе, с нехваткой финансов, но здесь немножко другое. То есть когда мы идем в магазин и покупаем у дяди чужого мыло, шампунь и все остальное, денежки мы платим ему. Здесь мы покупаем у себя, зарабатываем при этом денежки, а время на это тратить много не надо, поскольку у тебя в интернете интернет-магазин, ты можешь со спокойной душой в любую секунду, у ребенка заснул, зайти на 5 минут и… Ну да, извините, пожалуйста, меня за мой французский. Вот. Здесь можно, в принципе, зайти и в любой момент сделать себе заказ еще и с доставкой на дом, да, то есть тебе не надо никуда ходить, там что-то забирать, тебе привезут все, все же мыло, шампуньки и прочее, прочее. Потому что, например, для меня составляет проблему сходить в магазин с коляской, где там вот такие узенькие проходы с этой коляской, и туда-сюда, и никак. Поэтому мне проще заказать, даже вот сейчас, да, вот очень удобно заказала, тебе все принесли домой, не надо никуда бегать и там паниковать и суетиться. Вот. Ну, здесь понятно по женщинам в декрете, как мы можем их помочь и как мы можем их привлечь. Плюсики, плюсики, жду плюсики. Плюсики, сама мамочка в декрете, уже второй раз. Третий, ну, первый раз я в институте училась, а здесь сейчас уже, да, подряд второй раз. Так, дальше тогда разбираем следующий пункт. Работающая женщина. Что же может привлечь работающую женщину к нам сюда, да? Ну, опять же, нехватка финансов. Зарплаты, сами понимаете, какие, не всегда большие, великие, хватает прожить от аванса до зарплаты, а вот так вот, чтобы там куда-то путешествовать за счет компании Арифлейм, например, вот. Тоже вариант. Причем вариант очень хороший, потому что компания Арифлейм оплачивает все эти путешествия, и мы туда едем, только взяв с собой на коктейльчики, там, апельсиновые и какие-то сувениры, вот, чтобы приобрести. Ну, кстати, наша команда Арифлейм, когда поехали в Майами в этом году, они там атаковали офис Apple, купили себе, значит, все телефоны, и на них даже подумали, что они, как это, команда Apple, потому что в гостинице на первом этаже они все там столпились с этими пакетиками Apple, и им задали вам, выговорят, конференция Apple, они говорят, нет, мы конференция Арифлейм. То есть, в принципе, финансов достаточно, тут можно и попутешествовать, и, в общем-то, реализовать в этом плане себя. Ну, вот, как русификация, не знаю, но я могу сказать точно, даже есть много-много роликов, что они пришли там в магазине Apple, очень были дешевые вот эти телефоны, ну, никак у нас по стоимости, соответственно, и они все, все по 2-3 штуки взяли. И у нас была большая встреча Арифлейм, выступал Капустин со своей женой, а он показывал, он говорит, я, говорит, даже не знаю, зачем я его купил, но я, говорит, поддался на вот этот, говорит, общий массовый сумасшедший дом, пошел и купил, говорит, это же он показал нам его. Вот, ну, ничего не могу Таня сказать, они все поехали, вот всей толпой купили. Да, вот, значит, дальше. Опять же, на работе надо выглядеть хорошо, согласитесь, да, надо, как говорится, удовлетворять, как говорится, внешним видом своего начальника, и не приходить, конечно, нечестные там, не накрашенные. Вот, опять же, работаем, работаем сколько? 8 часов в сутки. Когда у вас есть время сходить в магазин и что-то приобрести, там, повыбирать, как мы женщины любим, конечно, на это времени нет. А еще дома муж ждет голодный, дети орущие там, да. Вот, здесь, соответственно, все это мы можем очень-очень хорошо реализовать. Пришла домой, быстренько залезла на сайт, полистала каталог, может, даже на работе его полистать, там, в обеденный перерыв. Набрала все, что тебе надо, домой привезли. Все, вопрос решен, согласитесь. Вот, дальше. Самореализация. Ну, здесь какой момент? На работе не все могут себя реализовать в зависимости от начальника, да. Некоторые сидят мышками тихонечко. Ну, это вот как вот, знаете, есть там много всяких фильмов таких, когда там она такая мышечка сидит на работе, а домой приходит, хе-хей, там и понеслась. Вот, соответственно, здесь вот то же самое. Не всегда есть возможность реализовать из-за амбиции начальника, поэтому здесь можно себя пополно реализовать и обучать, пожалуйста. И, значит, хочешь веди семинары, хочешь работать только с командой, хочешь рекрутируй, считай, ты кадровик. Как Лили говорила, наша профессия сетевой маркетинг содержит в себе около 200 профессий. Вот, поэтому реализовывай себя в любой из этих профессий, а можно сразу во всех. Вот, согласны со мной? По работающим женщинам есть вопросы? Может быть, что-то кто-то добавит? Пишите. Мне интересно ваше мнение. Вот. Натасчику все понятно, Ксюшке понятно, так, двоим понятно пока что, у Тани ночь. Дресс-код. Так, Катюхе понятно, Настюхе понятно. Все, поехали дальше. Так, про мужчин. Что можно сказать про мужчин? Ну, опять же, вот все с нехваткой финансов связано. Посмотрите обязательно ролик в интернете, называется «Мужчины в Арифлейм». Они там очень четко все рассказывают, что мужчина – это не тот, ну, не обязательно тот, который ходит на работу, работает на станке, там грязные чумазы, да, и брутальные, и, в общем-то, агрессивные, скажем так. Хотя, слово брутальные – это и есть агрессивные, но не суть. Вот, некоторым мужчинам как раз-таки удобно работать так, как иметь свободный график, да, и это очень хорошая подмога, когда мужчина работает на одной работе, на своей, и плюс совмещает еще и наш Арифлейм, да, соответственно, тоже такие же путешествия, подарки от компании, а подарки у нас разные есть, и машина, можно машину получить неплохую, в зависимости от уровня до 3 миллионов может компания оплатить, чтобы у вас была очень крутая тачка. Вот, соответственно, там есть же уровневые выплаты по достижению определенных уровней, ну и так, соответственно, чем больше команда, тем больше доход. То есть здесь, в принципе, вот у нас, опять же, Эдуард Васильев вернулся к нему, ушел из «Газпрома», работав там продолжительное время и первоначально связывал свою жизнь с ней, с ним, с «Газпромом». Вот, а потом он все-таки ушел в Арифлейм, то есть, в принципе, сделал выбор в эту сторону. Очень многие банкиров к нам приходят, поэтому, да, здесь для мужчин, в принципе, есть возможность заработать деньги, вот. Мужчины у нас вообще очень, как бы, ну, если вот вы заметили, ну, вроде бы казалось, да, вот этот вот миф, что мужчины, они одиночки. Вот, вот вы знаете, наблюдая в жизни, вот нифига они не одиночки, понимаете, на рыбалку они едут в компании, на охоту они едут в компании, футбол, командная игра, все, вот, ну, там, футбол, волейбол, там, баскетбол, который они наблюдают по телевизору и ходят на матчи, все это командная игра. Соответственно, они у нас на самом деле командные игроки, а здесь, пожалуйста, тебе командная игра, игра, ну, игра в переносном смысле, командный бизнес, пожалуйста, строй команду, реализуй себя, обучай команду, будь тренером своей команды, и все будет супер. Прям стая, точно, волки, стая волков. Вот, а самореализация, ну, здесь, естественно, когда он сидит, допустим, рядовым айтишником в какой-нибудь крупной компании и чувствует, что вот из него прет, вот, покомандовать, да, там, ну, там, не то, что покомандовать, а стать лидером, не командиром, а лидером, разные понятия, менеджер и лидер. Менеджер – это тот, кто видит в своих партнерах подчиненных, а лидер – это тот, кто видит в них таких же, как и он, и еще будет стремиться, чтобы они развивались. Это вам просто на карандашик. Вот, соответственно, здесь ты можешь стать начальником своему бизнесу, ты можешь стать лидером, ты можешь реализовывать все свои амбиции, как написала Танюша у нас, да, вот. Так что для мужчин здесь непаханное поле. Пожалуйста, приходите и, как говорится, работайте. Вот. Так, что у нас там следующим слайдиком. Пенсионеры. Ну, здесь вообще все весело. Я вам хочу сказать, мне их очень жалко на самом деле, потому что сейчас в России идет омоложение кадровых составов, в компаниях крупных, особенно государственных, максимальное которое время дают поработать после пенсии – это 5 лет. Соответственно, люди, выходя на пенсию, получая наши пенсии, которые, да, там, у нас всю жизнь на них работали, соответственно, у них наступает финансовый коллапс в кошельке, и это, во-первых, напрягает, да. Во-вторых, в связи с этим начинаются переживания внутренние, что они уже как будто бы не нужны никому. Раньше они на работе со всеми общались, тут начинается такой же дефицит общения, и, соответственно, после этого, ну, человек как бы уже пожилой, скажем так, да, и, соответственно, наступает ухудшение вот этих вот всех показателей. Очень быстро я по наблюдениям по своим могу сказать, женщины, мужчины, выходящие на пенсию, очень резко стареют. То есть, когда они ходили на работу, они себя держали в тонусе, была внутренняя такой стержень определенная, да, выйдя на пенсию, как бы не для кого держать себя в тонусе, и начинается просто резкое старение. Поэтому нам важно, и мы можем предложить им такую же активную работу, для того, чтобы, во-первых, у них в кошельке стало прилично, да, вот нехватка финансов, они могут, в принципе, себе заработать нормально, также путешествовать по миру и получать все плюшки от компании. И, соответственно, здесь очень хорошо, например, в любом возрасте, как истинная женщина хочет выглядеть хорошо, здесь она может это реализовать. Также сюда же, Танюш, мы говорим за здоровое питание, здоровый образ жизни, и, соответственно, информация, то же самое, общение, командные взаимоотношения, все, здесь все это присутствует. То есть, в принципе, мы, конечно, делаем акцент на мамочках в декрете, ну, вот как бы, да, по нашему бизнесу, но мы можем сделать акценты на пенсионерах. Вот, Лиля, пожалуйста, я тебя очень прошу, скинь еще сегодня в чат, женщину вот эту, 70 лет, я ее послушала, я просто была восхищена ею. Вот, поэтому, в принципе, это наша такая же целевая аудитория, но у них нету детей, зачастую у них нету уже, а может быть, вернее, не может быть, а к сожалению, вторых половинок, которые, ну, возможно, там, да, вот, то есть, они могут все свои силы направить на, как бы, наш бизнес. Почему нет? Я думаю, что мы поможем многим женщинам в этом плане. Вот, ну, сейчас у нас будет немножко позитивчика, теперь мы поговорим про молодежь. Вот, я сейчас передам слово нашему молодому партнеру, нашему ключику, туманной Настюшке. Единственное, что, конечно, здесь могут сейчас быть проблемы со звуком, но я думаю, что все будет хорошо. Настюш, поставь плюсик, ты готова? Я тебя сейчас подключу. Настюха, жду плюсика. Давай, давай, плюсик, нажимай. Что, ойкаешь, давай, нажимай плюс. Я тебя подрубаю. Все, погнали. Так. Всем доброе утро, как меня слышно? Меня слышно? Поставьте плюсики, пожалуйста. Вот, все, замечательно. Так, всем доброе утро еще раз. Моя тема – это работа с молодежью. Сейчас, как вы, наверное, заметили, очень много в нашу компанию приходит молодежи. Это от 14 до 19, до 20 лет. Мне кажется, может, это только мое личное мнение, может, вы тоже со мной меня поддержите, но мне кажется, надо побольше таких людей, такой молодежи к нам в команду. Потому что, потому что, во-первых, у молодежи больше энергии. То есть взрослые, они приходят с работы, они на работе очень замучились, приходят только так, приготовить семье поесть и все, и спать, отдыхать. А молодежь, кто в школе учится, кто в колледже, кто в университете. Не в первую очередь приходили домой. Так, мне нормально слышно? Или я висну? Так, я немного зависаю. Так, все, так лучше, наверное, слышно меня хоть нормально? Ставьте плющики, пожалуйста, как слышно. Все, хорошо. Так, на чем я остановилась? Сейчас же молодежь приходит домой, и первое, что им хочется, это поесть и пойти в компьютер. Хорошо, я скажу, когда перелистывать слайд. Вот. И надо, знаете, не просто, чтобы они сидели в компьютере, чтобы компьютер им помог, чтобы была в этом какая-то польза. И вот, мне кажется, наша компания, она в этом и поможет, потому что пускай сидят в компьютере, рекрутируют, они просто так говорят. Во-вторых, молодежь лучше, чем же времени. Приходит... Ранним утром на работу и ушла в девять. Но молодежь приходит в холодное время. И как бы лучше это время брать на пользу же. Молодая молодежь, она же чем увлекается, но увлекает всем, всем этим. И тут... Очень много просто можно подокупить себе косметики. Они же, знаете, как раз... Макияж за косметику. Это... Это ужас. Просто так бы подкрылась глазами. Продолжение следует... Давайте... 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 Ну, у нас, у Насти что-то, значит, со звуком, я так понимаю, да, меня слышно, поставьте плюсики. Настюшка, давай мы как-то с тобой подумаем по поводу все-таки настройки, не знаю, твоего телефона, да, не тянет интернет, действительно. И вот с телефона вот так вот плохо, к сожалению, выходить, но что-то было слышно, в принципе, молодец, Настюшка взяла слово, не побоялась, очень, в принципе, все, что было слышно, было хорошо сказано, и очень даже хорошая тема. Ну, я расскажу немножко, правда, я не знаю, что она хотела рассказать, но расскажу по слайдам, как я вот это все вижу, да. Ну, во-первых, молодежь к нам приходит, потому что им надо уже получать какой-то заработок, да, немножко стать независимыми от родителей. Как я уже говорила, допустим, мой сын уже в 12 лет хочет стать независимым от меня, вот. И плюс, конечно, некоторые дети имеют такое чувство ответственности, они хотят помогать родителям с деньгами, вот. То есть это все присутствует, я думаю, что у вас тоже такое есть, ну, в случае такие встречали. Соответственно, каждая молодая девушка, молодой парень, они хотят быть красивыми и ухоженными, потому что в этот момент как раз-таки подростковые вот эти все моменты начинаются. Первая любовь, для первой любви нужно быть красивой, соответственно, все это мы можем реализовать при помощи наших замечательных продукций, да, которые есть. И при этом поучаствовать в разных акциях, в которых также можно по очень демократичным ценам, ну, и по кошельку, соответственно, выбрать определенную косметику для себя и получить разные плюшечки. Это тоже может привлечь сюда молодежь. То есть мы с Настей, когда обсуждали эту тему и говорили о том, я еще и предлагала выбрать конкретные пункты в каталоге, которые, допустим, для молодежи актуальны. Ну, мы потом решили на продуктовую тему не переходить, но, в принципе, потом я думаю, что она с Наташей Григорьевой проведем такой момент по возрастным, Наташа, идею тебе видишь, кидаю, провести по возрастным вариантам, да, кому что подходит. Вот, мы расскажем про молодежь нашей команды, потому что она у нас молодая команда, вот. То есть мы здесь тоже можем, в принципе, потребности молодежи удовлетворить. Так, ну и, соответственно, чувство причастности. Опять же, я в команде, да, потому что, смотрите, как бывает обычно в школе, в классах организуются группки, кучки людей, да, и некоторые девочки и мальчики выпадают из вот этой вот среды и начинают уходить полностью в компьютер, в телефон, да, с подключенным к компьютеру. Поэтому здесь мы можем компенсировать все эти моменты именно живым общением. Мы же с вами вот сейчас уже общаемся по-живому. У нас проходят в планерке семинары, встречи онлайн, да, то есть мы здесь можем подарить чувство причастности к какой-то большой команде, к какой-то большой семье, потому что мы здесь все одна большая семья. Вот, и, соответственно, человек, ну, подросток находит при этом себя, то есть он уже начинает осознавать свои цели в жизни, да, то есть мы помогаем молодым людям найти себя в этой жизни, где ты хочешь быть, распиши пять лет планов своих, куда ты хочешь поступить, а какие при этом мысли есть. Это все присутствует, и, соответственно, для молодежи это все очень… Настюшка, не переживай, мы еще с тобой не один раз выступим, я тебе это обещаю. Вот, то есть здесь мы реализуем все, соответственно, наши, не наши, а потребности молодых людей. Вот, ну, собственно, на сегодня у нас все с Настей, чуть-чуть с Настей. Вот, очень приятно было с вами общаться, сегодня очень живой чат, это радует, значит, вы слушали, тему вам было интересно. Надеюсь, что было полезно, вы можете написать в чате, я буду очень рада услышать, если есть вопросы, постараюсь ответить. Вот, да, надеюсь, все было интересно. Вот, а сейчас продолжение, да, сейчас будет семинар Кати Бахаевой, поэтому оставайтесь, не уходите, она расскажет о своих методах работы, вот. Вот, а вы сейчас можете мне немножко написать чат, жду минутку, если все окей, пишем спасибо, до свидания. Вот, если есть вопросы, пишем вопросы. Да, рада была провести для вас этот семинар, надеюсь, он был полезен. Нам же надо привлекать наших партнеров новых, а как их привлекать, мы сегодня с вами это услышали. Вот, все, всем тогда спасибо, все молодцы, остаемся, не уходим, слушаем Катю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok